спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы в санкт-петербургском бассейне невская волна завершился турнир первой всероссийской спартакиады по плаванию одно из самых мощных событий всего турнира ведь сборная россии по плаванию одна из самых звездных в российских летних видах спорта а на спартакиаду вы прибыли все сильнейшие кроме юлии ефимов даже андрей минаков который учится в сша сумел прорваться через визовые проблемы и вовремя прибыть на соревнования в родной город чемпион европы признался что для своевременного получения визы понадобилась помощь университета но и он не оплошал как только пришли документы мигом купил билет и прилетел на туркир это лишний раз доказывает что ничего слишком сложного в мире нет было бы желание минаков стал одной из главных звезд турнира не только как спортсмен но и как зритель когда его друг и товарищ по сборной россии илья бородин стартовал на 400 метров комплексом минаков зажигал на трибуне с бумажными портретами бородина и его тренером марии свистак а представители всероссийской федерации плавание вовремя спохватились и сделали из этих распечаток сувениры для розыгрыши среди болельщиков с автографами разумеется приятно что андрей был далеко не в одиночестве на трибунах в решающие дни турнира трибуна основного 50-метрового бассейна невской волны заполнилась и это очень круто петербурге прекрасная школа плавания а вот здешний зритель еще не привык большим плавательным стартом столицы российских бассейнов безусловно много лет остается казань 7 лет назад принимавший акватик чемпионат мира по водным видам спорта в казани прекрасные условия для турниров любого уровня а петербург только-только догоняет столицу тарстана такие турниры как спартакиада очень помогают плавание как бокс и футбол надо смотреть живую видеокартинка даже близко не передает соревновательный драйв и физическую мощь пловцов опять же одно дело видите рекорды климента колесникова на видео или в записи и совсем другое получить от него пятюню после заплыва рекордсмен мира колесников как всякий спринтер после гонок выглядит полностью выжатым лимоном страшно подумай сколько калорий он выжигает заодно только финишное ускорение однако поприветствовать юных фанатов никогда не отказывается для некоторых лидеров сборной россии спартакиада в петербурге стала важным пунктом подготовки двукратный олимпийский чемпион лучший плавец россии 21 века прямо сейчас евгений рилов признался что после триумфальной олимпиады в токио долго расслаблялся и потерял форму халявил как он сам выражается ну халявил по его меркам разумеется здесь петербурге рилов показал свое лучшее время после токийской олимпиады на двухсотметровке спиной рилов опередил ближайшего преследователя почти на три секунды и при этом еще не слишком собой доволен такой вот уровень у олимпийских чемпионов догнать их невозможно а вот тянуться за ними можно и нужно один из самых перспективных пловцов россии мартин малютин сообщил что международный бан сильно уронил мотивацию особенно в подготовке длинных дистанций где заряженность и спортивная злость максимально важны спартакиада помогла малютину взбодриться и готовила к дальнейшему восстановлению кондиций ведущие российские пловцы говорят что международная изоляция не особо повлияла на их подготовку для некоторых вообще ничего не изменилось кроме пропуска ряда турниров а возможность выступить на глазах своих болельщиков сразу поднимает настроение спартакиаду многие изначально воспринимали скептически но ее лучшие турниры оказались вполне успешны с пловцами по крайней мере очень жаль расставаться таких турниров в петербурге и в россии в целом должно быть больше тогда можно будет заполнять куда более вместительные арены нежели и невская волна ну а ей спасибо за спартакиаду и за атлетов которых этот бассейн помог подготовить а а а Продолжение следует...